Позвольте представить вашему вниманию доклад, посвященный оценке операционного стресса при сравнении малоинвазивных и открытых резекций при раке лёгкого. Хирургическое лечение рака лёгкого является единственным эффективным методом радикального лечения немелкоклеточного рака лёгкого. Лобоктомия с лимфодисекцией является стандартным лечением для больных первой и второй стадии, обеспечивая до 89% пятилетней выживаемости. Возможности хирургического лечения постоянно расширяются и совершенствуются, однако продолжают характеризоваться сравнительно высокой травматичностью, частотой осложнений и летальностью. Одну из главных ролей в развитии послеоперационного осложнений принадлежит операционному стрессу, при котором происходит возбуждение практически всех нейроэндокринных структур организма. Ведущая роль при этом принадлежит надпочечникам. Существует множество определений операционного стресса. Одно из современных – это совокупность патофизиологических изменений в организме, вызванных нарушением метаболизма и воспалительными реакциями, возникающими в организме в ответ на нарушение целостности ткани во время операции и развитие инфекции в ближайшее время после её окончания. Повреждающие эффекты операционного стресса определяются активностью стресс-лимитирующих систем, высоким содержанием в крови гормонов и балансом реализующих лимитирующих механизмов. Считается, что видеоэндоскопические вмешательства сопровождаются меньшей травмой, чем открытые операции, за счёт чего уменьшается выраженность болевого синдрома. В послеоперационном периоде потребность в медикаментозном обеспечении снижается количество осложнений, продолжительность восстановительного периода. В таракальной хирургии такими операциями являются видеоассистированные, полностью видеоторокоскопические вмешательства без интубации и роботизированное вмешательство. На этом слайде представлено наше сравнение некоторых характеристик видеоэндоскопических и открытых операций. Ключевым в данном случае является травматичность, которая ниже при видеоэндоскопических операциях. Болевые импульсы инициируют эндокринный ответ, вызывая продукцию воспалительных веществ, что сопровождается активацией нейроэндокринных структур, колебания гормонов. При этом позволяет оценить величину травмы, выраженность болевого синдрома и эффективность защиты от стресса. Во многих исследованиях было показано, что большое значение имеет изменение уровня кортизола и глюкозы, как стандартных маркеров стресса. В ответ на нейроэндокринную стимуляцию повышается концентрация, индуцируется выработка адренокортикотропного гормона, что в свою очередь вызывает повышение секреции кортизола. Степень повышения плазменной концентрации кортизола находится в прямой зависимости от травматичности и тяжести хирургического вмешательства. При этом важной характеристикой является существенно большее повышение уровня кортизола при хирургической травме в сравнении со стимуляцией экзогена, введенной адренокортикотропным гормоном, без хирургической травмы. Гликемия также является одним из проявлений хирургического стресса. Наиболее современные и многочисленные исследования, посвященные изучению операционного стресса, во всех этих исследованиях определялась концентрация кортизола крови и в некоторых глюкоза при различных оперативных вмешательствах. Нами проведено исследование трех групп пациентов, которым применялись различные подходы, торакотомия, видеосистерная и видеотеракоскопическая операция при раке легкого. Преобладали мужчины, средний возраст составил 61 год. Распределение по стадиям в группах выглядит следующим образом. Гистологически преобладала адренокорционома. Всем больным выполняла стандартная и вселатеральная лимфодисекция, и анестезиологическое пособие было практически идентичным. В структуре оперативных вмешательств преобладала верхняя лубоктомия. Уровень кортизола оценивался на двух этапах до операции и во время наиболее травматичного. Это выдвижение структур корня легкого и лубоктомия. Во всех группах отмечено повышение уровня кортизола, но наиболее высокая элевация, отмечена в группе, которая применялась в торкотомии. Нужно отметить, что высокий уровень кортизола считается признаком неадекватности анестезии и недостаточного уровня обезболивания в том случае, если его элевация отмечается более чем в два раза в сравнении с исходной дооперационной величиной. В нашем случае двухкратного повышения не отмечено, однако при наиболее травматичных операциях стресса в ответ может проявляться более значимым повышением, независимо от видеоанестезии. В процентном соотношении показательно повышение уровня плазменной концентрации кортизола более чем в три раза в группах, которым применялась торкотомия. Концентрация глюкозы определялась на дооперационном исходном уровне во время выполнения доступа, на котором уже было заметно различие в группах во время травматичной этапа и достигалась ВОП как момента окончания операции. Затем оценивалась динамика концентрации глюкозы в течение трех суток и она практически возвращалась к исходной концу третих суток после операционного периода. Так это выглядело в процентном соотношении. Наиболее очевидна разница к моменту окончания операции. Также мы определяли лейкоцитоз как маркер воспалительного ответа, так как при массивном повреждении ткани происходит локальная активация лейкоцитов, что приводит к массивному высвобождению медиаторов воспаления с формированием реакции элострофазы или синдрома системно-воспалительной реакции, которая сопровождается развитием катаболизма и возможным формированием полиоргана недостаточности. Выразность системно-воспалительной реакции лейкоцитоза также напрямую зависит от травматичности хирургического вмешательства. Также разница в уровне лейкоцитоза заметна, во время операции, наиболее максимально во время операции и имеет тенденцию к нормализации, к моменту выписки, однако остается высокой, наиболее высокой в группе тарактомии. Операции на лёгких неизбежно сопряжены со снижением функции внешнего дыхания, травматичность операции и связанность с ней и острый послеоперационный болевой синдром вызывают уменьшение глубины вдоха и логичную дисфункцию дыхательной мышцы, которая влечёт за собой множество неблагоприятных эффектов. В некоторых исследованиях было показано, что лёгочная дисфункция является одной из основных причин послеоперационной летальности, особенно в таракальной хирургии. Наиболее часто определяемые стандартные параметры форсивная жизненно-ёмкость лёгких и объём форсивного выдоха в первую секунду. При нашем исследовании отмечено, что лёгочная дисфункция достигала пика на вторые или третьи сутки после операции. При этом в группе с малоинвазивным доступом она имела выраженную тенденцию к восстановлению к моменту выписки, но функция внешнего дыхания оставалась низкой в группе, которая применялась только там. Также оценивалась динамика частоты сердечных сокращений по данным ЭКГ. Болевой синдром, как важный агрессивный фактор, действует и во время, и после операции, также стимулирует выброс гормонов. Болевой синдром оценивался по визуально-аналоговой шкале. На первые сутки он был максимальным в группе таракотомии, и на третьи сутки отмечено некоторое повышение болевого синдрома при видеосистемно-видеотаракоскопических подходах. Также одной из характеристик эффективности проведенного лечения является продолжительность госпитализации, то есть общий и послеоперационный койко-день. Он отличался во всех группах. Логичные выводы из проведенного исследования. Высокотравматичные операции, к которым относятся операции по поводу рака лёгкого, с применением таракотомного доступа, сопровождаются выраженными нейрондокринами и метаболическими воспалительными изменениями, составляющими хирургический стресс-ответ, который имеет сложный мультифакторный характер. И учитывая прямую его зависимость именно от травматичности, наиболее очевидным подходом к его ограничению является снижение инвазивности операции. Видеоторакоскопические операции могут уменьшать воспалительный компонент, снижать выраженность эндокринных реакций и также катаболический компонент. Характеризуется более быстрым восстановлением функций внешних дыханий после операционного периода с сокращением сроков реабилитации, а значит и госпитализации. Всё. Хорошо, спасибо. Кому угодно задать вопросы, возникли вопросы. Да, Николай Фёдорович. Додолжительность оперативного вмешательства при таракотомии и при использовании малоинвазивных вмешательств. Какая кривая обучения, позволяющая выйти на приемлемую продолжительность оперативного вмешательства? От 30 до 5 операций – это кривая обучаемость. В данном исследовании не оценивали продолжительность операции. Хотя это фактор, который, в принципе, Николай Фёдорович обратил внимание. И нивелирует ли этот фактор вообще влияние на стресс? Ну, он влияет. Если таракотомии за полчаса, а в видеосистеме за 12 часов, может быть, стресс будет гораздо лучше. Согласен, согласен, Николай Фёдорович. Это фактор, который… Это имеет большое значение. Я думаю, что в докладах нужно это отражать. И второй вопрос. Каковы критерии на сегодняшний день предоперационного данных предоперационного обследования, которые говорят вам, что вы вообще даже не будете предпринимать попытку малоинвазивного вмешательства? Есть ли уже у вас какие-то критерии, когда вы даже не возьмётесь за малоинвазивную вмешательство? Ну, это, безусловно, стадия. То есть, первая, вторая стадия. Наличие каких-то абсолютных противопоказаний, таких как спаечный процесс, проведённые манипуляции на гемитораксы с этой стороны и выраженная сопутствующая патология. Непереносимость однолёгочной вентиляции – это со стороны анестезиологического посудия. Ну, объём – это в зависимости от стадии. То есть, первая, вторая стадия, наличие N2 статуса, если мы уверены, что до операции. Ну, вовлечение, наверное, ещё бронхов, да? Центральная локализация, безусловно. Да. Хорошо. Ещё какие вопросы? Продолжение следует...